Новости на телеканале Видное ТВ. В студии Татьяна Брылова. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах выпуска. В здании администрации Ленинского района состоялось первое заседание территориальной избирательной комиссии в новом составе. Коллегами также была проделана большая работа. Сейчас, конечно, надо ее подхватить. После зимних каникул возобновили свои тренировки спортсмены мотобольной команды «Металлург». Сейчас получаются спортивные игры, силовая подготовка, тренажерный зал. Три раза в неделю. Два раза в лыжи и три раза в игровой зал. Соревнования по плаванию прошли в Развилковском бассейне «Дельфин». Вот заявили 41, а пропал ребенок 39. Значит, мы идем по тому пути. В здании администрации Ленинского района состоялось первое заседание территориальной избирательной комиссии в новом составе, который в начале года был сформирован Московской областной избирательной комиссией. Председателем стала Вера Маркина. О повестке дня расскажет наш корреспондент Юлия Поготьян. 10 человек – такова численность обновленного состава территориальной избирательной комиссии Ленинского района. Все они люди опытные в процессе подготовки и проведения выборов в муниципалитете и были назначены решением областной избирательной комиссии. Почетную должность председателя ТИК доверили Вере Маркиной, ранее занимавшей разные ответственные должности в административном аппарате муниципалитета. За право преемственности я против того, чтобы что-то ломать, потому что коллегами также была проделана большая работа. Сейчас, конечно, надо ее подхватить. Но, тем не менее, учитывая опыт нынешнего состава, то есть это люди с большим опытом работы в Ленинском районе в рамках избирательных компаний разных уровней, хочу это подчеркнуть, то, конечно, сформирована профессиональная команда. Первое заседание было посвящено принятию устава и распределению должностей. Путем тайного голосования члены ТИК избрали секретаря. Эту позицию заняла Ольга Минаева и заместителя председателя. Им стал Александр Цымбл, когда-то возглавляющий избирательную комиссию Ленинского района. В своей работе он намерен придерживаться традиционных принципов деятельности, однако привносить в нее что-то новое. Я очень, ну скажем так, рад, что я снова вернулся к нашим избирателям и думаю, что ту деятельность, которую я и раньше проводил, и сейчас я буду поддерживать. И судя по составу комиссии, по их реакции на все, на сегодняшнее заседание, я думаю, что будет очень позитивный результат. Львиная доля членов комиссии уже не в первый раз входит в ее состав, но есть и новички. Для адвоката, представителя общественной палаты Ленинского района Вячеслава Красноноса, грядущие пять лет в рядах территориальной избирательной комиссии муниципалитета, это возможно своими знаниями в области юриспруденции помочь работе органа. Основными задачами комиссии является контроль за соблюдением избирательных прав граждан, а также контроль за соблюдением избирательного законодательства на территории района. И я, как человек, обладающий специальными познаниями в области юриспруденции, постараюсь облегчить работу комиссии. Теперь обновленному составу предстоит познакомиться с членами участковых избирательных комиссий и в случае назначения тех или иных выборов, которые в нашей стране традиционно проходят в марте и сентябре, проявить слаженность работы своей команды. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видно этого. В сельском поселении Булатниковское по инициативе местных жителей появилось сразу два объекта. В центре деревни Жапкино накануне Нового года торжественно открыли площадку со сцены, где и встретили 2019 год народными гуляниями и концертом. А вот ремонта дороги, связывающей деревню с Расторгуевским шоссе, жители ждали аж 10 лет и дождались. Подробности в нашем следующем сюжете. Местные жители ждали ремонта дороги, связывающей деревню Жапкино с Расторгуевским шоссе долгих 10 лет. Состояние дорожного полотна до недавнего времени было, что называется, как после бомбежки. Выбоины и ямы провоцировали аварии и пробки. К тому же не было тротуара, поэтому пешеходам приходилось идти по обочине проезжей части. Люди мучились не проехать, не пройти было. А сейчас тротуар можно хотя бы дойти до остановки и до поселка Измайлово, до амбулатории. Мучились, вот как мы здесь заселились, наверное, с 2000 года. Власти поселения не имели возможности выделить деньги на ремонт дороги, так как та принадлежала местному садовому товариществу. Не была сформирована как объект, поэтому ее долгое время не могли принять на баланс. Благодаря депутатам сельского поселения последнего созыва в 2018 году, дело сдвинулось с мертвой точки. Только вот в 2018 году нам удалось подготовить все документы, для того, чтобы передать его в казну Ленинского района от предыдущего собственника. Его приняли в казну уже, это было, наверное, в октябре месяце. Очень оперативно был этот объект расторгован, выделены денежные средства, и мы сделали вот такую прекрасную дорогу. Дорога была отремонтирована на бюджетные средства сельского поселения за один месяц. Также появился пешеходный тротуар. Ремонт обошелся более чем 9 миллионов рублей. В ближайшее время дорогу планируется оборудовать освещением. Сейчас построили новые, хорошие, расширенные, построили тротуары, красивые, хорошие. Единственное одно минус в том, что ездят с большой скоростью здесь. Надо или ограничение какое-то ставить здесь, или что-то такое лежать, типа полицейских. Потому что скорость здесь невыносимо большая. Благодаря активности жителей в деревне Жапкино появилась также новая площадка со сценой для проведения праздников. В прошлом году жителями Ленинского района по программе инициативного бюджетирования было предложено около 20 проектов благоустройства, из которых 4 решили реализовать. Часть средств на возведение площадки пошла из местного бюджета, часть из бюджета области и около 1% стоимости работ оплатила инициативная группа жителей. Общая стоимость данного проекта – около 2,5 миллионов рублей. Место мы выбрали здесь, в деревне Жапкино, тоже не случайно. Потому что вот у нас здесь такое место получается центральное в деревне. У нас здесь вот обелиск павшим героем. Мы считаем, что воспитание детей, для чего мы и делали эту площадку, оно должно быть неотъемлемо с тем патриотическим воспитанием, который, в общем-то, выражается как раз в поклонении памяти героев, погибших в Великую Отечественную войну. Площадку планируется использовать для коллективных спортивных и культурно-досуговых мероприятий, а также детских занятий. Открытие состоялось в новогодние праздники. Так как на территории поселения нет кинопредприятий, администрация планирует в теплое время года использовать площадку и как летний кинотеатр. После зимних каникул возобновили свои тренировки спортсмены мотобольной команды «Металлург». К нынешней предсезонной подготовке мотоболисты подходят более чем ответственно. С 2002 года «Металлург» удерживал звание чемпиона России, но в прошлом году, несмотря на все усилия, уступил его команде «Колос» из города Ипатова. Как же готовятся спортсмены к новому сезону, узнала наша съемочная группа. С железом эти парни работают не только в тренажерном зале. Перед Новым годом была проведена большая работа с гоночной техникой, в ходе которой мотоцикли были практически полностью разобраны и снова собраны. Теперь настало время тренировать мышцы. Нагрузку добавляют постепенно. Сейчас получаются спортивные игры, силовая подготовка, тренажерная зала, три раза в неделю, два раза лыжи и три раза игровой зал. Без весов работает. Постепенно работает. Январь месяц будет уже втягивание, а с февраля, февраль и дальше начнется серьезная активная тренировка. Действительно, тренировка в зале только малая часть тренировочной программы. Тем не менее, также весьма важная. Капитан команды Владимир Сосницкий считает почти по Чехову, что у мотоболиста все должно быть прекрасно. В мотоболе, я считаю, должно быть все. И голова работать, и ноги, и руки. Не так просто. Еще надо и мотоциклом управлять, и сидя, и мяч бить. Надо мяч этот забить и добить. Вот, не так все это просто дается. Все это с годами нарабатывается. На протяжении 16 лет видновский металлург являлся чемпионом России, но в прошлом году нашло колесо на камень. Теперь чемпионское звание носит команда «Колос» из города Ипатова. А значит, в этом сезоне нашим спортсменам придется попотеть. И это не фигура речи. Задача наша – быть быстрее, чем в прошлом году, вернуть первое место. Ну, поэтому у нас нет цели накачать мышцы, а все делать, чтобы мы делали быстрее, чем в прошлом году. После каникул приниматься за тренировки, конечно, трудно. Да и толкание железа для многих спортсменов – не самый любимый вид занятий. Куда приятнее – плавание, мини-футбол или лыжи. Но, как говорится, надо так надо. У нас был достаточно такой приличный перерыв. Редко кто в свой отпуск продолжает подготовку. Лучше, конечно, плавание, лыжи. Тренажеры – это для общего развития. Ну, так мне очень нравится плавать больше всего. Первый официальный турнир в 2019 году Кубок России по мотоболу пройдет с 20 по 26 мая в городе Ипатова. Предварительно о своем участии заявили шесть команд, в том числе и Видновский металлург. Максим Козлов, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ. В бассейне «Дельфин» поселка Развилка юные спортсмены подвели итоги первых соревнований в новом году. Местные чемпионы смогли улучшить личное время на дистанции, а ведь среди них немало тех, кто мечтает стать в будущем олимпийским призером и уверенно идет к своей цели. О ходе соревнований расскажет наш корреспондент Арсений Рогодянский. Нет никаких сомнений, что каждый спортсмен, даже самый юный, заточен на улучшение собственных результатов. После долгих недель тренировок среди воспитанников бассейна «Дельфин» проходил отбор на внутренние соревнования. Из пяти тысяч ребят отобрали чуть больше двухсот – тех, кто мог претендовать на повышение своего разряда по плаванию. Хотелось видеть, чтобы они улучшили результаты. Заявленное время есть. Вот заявили 41, а пропал ребенок 39. Значит, мы идем по тому пути. Значит, тренеры правильно работают. И хотелось видеть огонек в глазах ребят. Юные спортсмены переживают за свои результаты. В 9 лет Виктория Таранникова уже обладает первым юношеским разрядом, но, несмотря на победу в заплыве, улучшить свое время ей не удалось. Девочка признается, что придется приложить еще больше усилий для выхода на новый уровень своих спортивных достижений. Тренер отмечает высокий потенциал юной плавчихи, которая грезит мечтами об олимпийском золоте. Я ухудшила свой результат на 2 секунды. То есть я проплыла за 39, а на тех соревнованиях я плавала за 37 секунд. Матвей Петров занимается плаванием уже 6 лет. Сейчас мальчику всего 9, однако он усиленно тренируется, чтобы получить первый юношеский разряд. Его главным примером в спорте, как и для многих других участников соревнования, является прославленный воспитанник бассейна «Дельфин» Евгений Рылов. В своем заплыве Матвей одержал победу над сверстниками и показал свое лучшее время на данный момент. Но на этом он не собирается останавливаться. Да, я учу свои показатели. У меня еще второй разряд. 40 секунд. В дальнейшем все-таки кем хочешь стать? Олимпийским чемпионом. В заплывах также приняли участие воспитанники клуба для особенных детей «Самоцветы» при бассейне «Дельфин». Игорь Поляков начал заниматься плаванием только полтора года назад, но уже активно принимает участие в соревнованиях. По его словам, за это время он смог научиться всем базовым основам этого вида спорта. На эти тренировки меня привело, прежде всего, стремление развиваться в плане развития своего здоровья и своих успехов в занятии спортом. Громкую поддержку юным спортсменам оказывали родители. Они с гордостью наблюдали за успехами своих детей, которые старались изо всех сил улучшить свое время. Однако, по мнению спортивного врача Александра Маловика, чтобы избежать травм, пловцы не должны сильно перенапрягаться. Моя задача как спортивного врача состоит в том, чтобы эти занятия были полезны для них. То есть, чтобы тренер, рассчитывая уровень физической нагрузки, не превышал резервов молодого организма растущего. То есть, задача наша в том, чтобы спорт был во благо для здоровья, чтобы он был оздоровительным. Чтобы улучшить свои физические возможности, дети прошли через долгие упорные тренировки. Соревнования лишь промежуточный, но важный итог, которого являет уровень спортивного развития каждого пловца. И у многих участников есть все необходимое, чтобы в дальнейшем они радовали страну самыми высокими спортивными достижениями. Однако, для этого придется много тренироваться. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. И о погоде. В среду синоптики обещают самый холодный день в январе. Рост атмосферного давления продолжится, ветер стихнет, осадков не будет. Ночью до минус 20 градусов, днем около 15 мороза. А у нас на этом все. Смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Будьте в курсе всех событий Ленинского района. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин